Праздников в нашем календаре немало. С каждым годом их становится все больше и больше, но самыми интересными остаются народные праздники, например, святки. Святки – это зимний праздник, который начинается на Рождество и длится до самого Крещения. На Руси было принято в святки устраивать праздничные гуляния, петь песни, желать соседям здоровья и богатого урожая. Вспомнить о старых и добрых традициях решили и в библиотеке имени Пушкина. Там сегодня прошел фольклорный праздник. У зимы в святки свои порядки. Я думаю, что это прекрасные праздники. Они помогают молодежи. Нам уже, конечно, мы прожили свою жизнь со своими ошибками, со своими грузом грехов и все прочее. А молодежи становятся более добрыми, более понимающими. Фольклорный детский ансамбль «Забава» исполнили для зрителей русские народные рождественские песни, а также ребята рассказали о традициях и показали один из самых известных обрядов калятки. Пришла коледа вперед Рождества, вперед Масленицы! Зашла коледа хозяйки на двор! Сеем, веем, посеваем! С Новым Годом поздравляем! Чтобы в поле уродило, чтобы деток много было, сеем, веем, посеваем! С Рождеством вас поздравляем! Ну, это символизирует звезда, когда пастухи и волхвы пришли поприветствовать Христа. И мы, как бы, эту звезду разрисовали так, чтобы было всем видно и посох не приделали. То есть, как это символизирует Рождество Христово. Я считаю, что это нужно беречь свою культуру и рассказать всем, что это было. Я горжусь тем, что я знаю, какие там песни пели, как проводить обряды всякие. И даже точно, когда я хожу коледовать, я беру это из своего коллектива. Последние святочные дни завершаются праздником крещения. В этот день принято окунаться в купель и смывать с себя все грехи. Валентина Грядунова и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.